начать запись и доброе утро дорогие друзья добра добрейшая прекраснейшая веселейшее утро почему она такого добрейшая веселейшая потому что мы живы мы живы а значит то есть нас много возможностей кардинально кардинально улучшить свою жизнь во всех сферах как говорил царь салмон в экклезиасте лучше говорить живая собака чем мертвый лев потому что мертвый лев ничего же исправить не может а живая собака она даже может постричься под льва выглядит может вообще от льва не отличишь вот так вот поэтому продолжаем изучать тору мишли притчи царя салмона и сегодня у нас 30 глава значит 30 главе есть моя любимая вообще мудрости царя салмона которая в принципе она является для меня лично главной ключевой в 30 главе я в конце урока расскажу что это за мудрость ну так самая моя любимая что в этом ключ ко всему но мы сегодня разберем три отрывка в начале главы начале 30 главы мы разберем по 2 отрывок значит 3 отрывок и 4 отрывок и как раз в этот раз они идут подряд вот прям подряд идут три отрывка значит что это за три отрывка первый отрывок вернее в главе он второй но для нас он первый значит а сегодня пусть будет наш урок лере фашлова для полного выздоровления михаль бацара хмбн рифка двора и чтобы было освобождение для зеев бен лев у него там сложность сложности если знаете как среди теснинг когда со всех сторон наседает и так 2 отрывок говорит царь самому такую вещь но чтобы вашим молитвы бог услышал чем больше ты молишься за других людей тем лучше для тебя чем больше ты вкладываешь других людей добра намерения дать чтобы им было хорошо тем лучше для тебя это факт поэтому наш урок чтобы всем вам было хорошо и вашим близким и всему миру и конечно мы молимся за мир чтобы закончилась эта война жестокая бессмысленная на которой убиваются сотни тысяч людей конечно это страшно мы молимся чтобы наступил мир чтобы она закончилась сегодня и говорит царь сам он такую вещь во втором отрывке очень странно он говорит так кибар анухим и иш я говорит невежда среди людей царь сам он говорит такую вещь про себя что невежда я среди людей в илобина адам ли и нет у меня бинат адам ли нет у меня сообразительности значит как это понять как это понять ну во первых нужно понять что в это был ответ на нити вопрос которые которые ему задали то есть до этого был вопрос и он отвечает мудрецам которые были в его окружении он им говорит а я говорит невежда и нет у меня сообразительности и нету вопрос был о том как вообще устроен мир глобально зачем бог это сделал а почему бог это сделал значит то есть некоторые люди задают вопросы которые на которые но нет ответа да как объяснить муравью устройство боинга самолета да попробуйте объяснить и муравью устройство боинга он его даже увидеть не может у него нет возможности увидеть целый самолет и царь сам он говорит что в принципе вот этот вот подход он обозначает мудреца кто такой мудрец по 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 еврейскому определению мудреца мудрец это талмит хахан ученик мудрец мудрости то есть позиция я не знаю она тебя открывает постоянный как бы постоянный доступ к пониманию к осознанию нового сказать что мир статичен сказать что кто-то знает как бы объективную реальность невозможно вообще объективную реальность не знает никто объективная реальность это это стопроцентно какая-то истина которая в нашем мире практически невозможно восприятие людей потому что как только я пропускаю любую информацию сквозь свой мозг я уже я уже взаимодействую не с объективной реальностью да например свет солнца или солнце например это объективная реальность да но слово солнце и солнце это разные вещи слова солнце это просто слова а свет солнца когда смотрю на солнце говорю я вижу солнце не мы не видим солнце мы видим только модель солнца который формирует наш мозг потому что там такой спектр всего что мозг просто отфильтровывает большую часть этого спектра и получив какой-то по палочкам колбочкам сигнальчик какой-то да дальше этот сигнал идет в мозг в мозге он соединяется с информация которая у человека записана по этому поводу оба каждого в голове модель собственного солнца нету объективно и один горит мое солнце объективное второе говорит мне говорит о солнце неую объективная это твои солнце говорит мое солнце это сарочка вот это мое солнце это значит и все они разных вещах говорили Теперь дальше Это царь Соломон им говорит мудрецам Которые на него носили открой нам тайны Он говорит я Бер Я невежда Как Мушерабейну Моисей Самый велитей Он ближе всего прикоснулся К объективной реальности К Богу Он был передатчик Через который Бог Творец мироздания Передал чертежи Грубо говоря Матрицу этого мира Он ему в мозг закачал Даже не в мозг Мозг человека Человек не думает в мозге Мозг человека подключен К общему вайфаю Через душу Это сейчас ученые уже доказали Однозначно Есть два человека родственники Один на одном конце земного шара Другой на другом Мать, сын, муж, жена У кого есть близкая связь Один волнуется, второй чувствует Это уже доказано, передоказано А как они знают То есть сквозь землю сигнал не идет Между ними тысячи километров У каждого есть выход в духовное пространство И вот в этом через душу То есть мы все подключены Как к облаку Раньше Раньше надо было быть Как бы компьютер должен быть мощным А сейчас он должен быть просто подключен К или искусственному интеллекту Или выход в интернет, в гуглу И в облаке есть все знание Которое тебе нужно Не надо все знание иметь на компьютере Даже вообще не надо фотографии иметь на компьютере То есть все в облаке И знание все, оно у Всевышнего И нужно быть только чистым передатчиком Мошер Абейну был Про него так и сказано Он был Аспаклярием эра Он был самое чистое стекло То есть сквозь него Бог проявлялся максимально чисто У него не было искажений Теперь и он про себя что говорил Мошер Абейну говорил Значит Как в полночь Он говорил когда В Египте Что Бог выведет из Египта Около полуночи Так то он говорит А как Мошер Абейну говорит Около полуночи То есть он же знает точно Когда полночь То есть как это он не знает Когда полночь Если ему вообще известно Все тайны мира И он подключен к Знаете как Даже сейчас обычный телефон Он точно время определяет Показывает где ты находишься И меняет часовой пояс Так Мошер Абейну Который был к Богу подключен Он не знал когда полночь Зачем он сказал Около полуночи Если Бог сказал ему в полночь И отвечает Талмуд нам Что Мошер Абейну Он же был величайший мудрец А величайший мудрец Это тот кто знает Не только когда полночь А еще и как сказать об этом И он Мошер Абейну Сказал около полуночи Для чего Первое Он знает когда полночь А вот эти египтяне Разные все не знают И они по их часам Посмотрят О полночь прошла Мошер обманщик Он не хотел Чтобы даже у них Мысль была Что он обманщик Поэтому он сказал Около полуночи Никто не может сказать Кстати когда вы договариваете С кем-то о встрече Лучше всего сказать Приду около двенадцати Около С Божьей помощью Без рада шем Блин эдер Без обета Он скажет Так во сколько ты придешь Около двенадцати Человек предполагает Бог располагает Он скажет Ты скажи точно Ты в двенадцать придешь Вы ему скажите Словами Словами Талмуда Который Разобрав эту ситуацию Приводит такое Как заключение Как совет Тилмат ли шанхаламар Приучи свой язык Говорить Энию де Я не знаю Это вот этот вот Подход Который Вот Из всей этой ситуации Выжимка А что делать Научи свой язык Говорить не знаю Как царь Самон Мудрейший из людей В тридцатой главе Каэрета В тридцатой главе Мишли Притчей Вдруг он говорит Второй отрывок Тибара Нахимиш А я говорит Невежда Между людьми Вы лобина Тадамли Нет у меня Сообразительности Людской Почему он так говорит Чтобы никто Его не мог Зацепить За слово Он говорит А что вы ко мне Пристали Расскажи вам Про Бога Про все И тридцатая глава Третий отрывок Он продолжает Лола Матти Хохма Он говорит Недостаточно Я учил Божественную мудрость Аксиому Он говорит Смотрите Это мироздание Вы про Бога Спрашиваете Вы спрашиваете Про Вообще Творца Мироздания Да А на каком языке Вам я объясню Я помню Вот сейчас есть Вот такой замечательный Переподаватель У нас на платформе Вайкра Вадим Зинович Рабинович И Вадим Зинович Когда-то Когда он Только начинал Изучать Тору А он Начинал изучать Тору Очень давно Очень-очень давно Я помню Я приехал в Киев В 2007 год Он уже к тому времени Издал там Десятитомник Цитаты Еврейских мудрецов Он брал Все книги Которые были переведены На русский И он Все эти книги Изучал Вычеркивал цитаты И собирал Свой цитатник Потом он Издал Только свои цитаты Которые его заинтересовали Девять томов Называется Цитаты Еврейских мудрецов То есть Но Это было 2007 год 2000 Давным-давно И тут я приехал В Киев Как раз Преподавать Тору Еврейским студентам И Значит И он меня пригласил У него В доме Провести урок Тора Ну я приезжаю туда Значит Он говорит Ну Рэбе Я говорю Нет Я не Рэбе То есть У меня хотя была В то время еще Борода И шляпа такая Как Равинская Я говорю Я не Рэбе Он говорит А кто Я говорю Я просто преподаватель Торы Он говорит Я буду вас назвать профессор Знаете И пророчист И потом я получил Через несколько лет Я стал почетный профессор Бизнес-школы Синердея Значит Он мне говорит Я буду профессор Я говорю Называйте как удобно Но я не Равин То есть Равином я не являюсь Он говорит Хорошо Вот я провожу урок Как сейчас помню Был урок по Пертьевод Был урок по Пертьевод И я значит Рассказываю Пертьевод И тут Сидит в зале Один человек Он сидит Он только пришел Еврей Такой бизнесмен Застройщик Такой блатной Богатый Сидит он А Вадим Зинович ему сказал Что нельзя сидеть без типы А у него не было типы И почему-то он сидел С платочком на голове С таким платочком И тут он меня Такой перебивает Во время урока И говорит Вот я Бога не понимаю Как он там Вот Ну обычно у всех возникает Вопрос про Холокост У всех евреев Возникает вопрос Про катастрофу Про Холокост И возникает вопрос Почему нельзя есть То что он любит есть Вот это два вопроса Которые волнуют евреев Когда они Начинают соблюдать Ну как бы Интересоваться Торой То есть их интересует Вопрос непонятный Если он любит Евреевский народ Почему Таким образом Была катастрофа И второе Почему нельзя есть Кто-то спрашивает Про креветки Кто-то спрашивает Про другую Какую-то еду Все Значит И этот спрашивает Как раз у него был вопрос Не понимаю я Бога Что-то про Холокост И тут Вадим Зинович Меня останавливает А он очень Знаток Людской психологии И говорит Профессор Можно я ему отвечу Я говорю Да И он поворачивается Ему говорит Слышь ты Говорит Вот так Прямо ему так и говорит Слышь ты Морда топорывая Ну Прямо вот я слышал Это да Говорит Ты Говорит Можешь Ты знаешь Как стул устроен На котором ты сидишь У тебя понятно Его устройство полностью Да Как он работает Так Говорит Как ты хочешь Бога понять У тебя нет Покамест Вообще никаких Даже пониманий О чем речь идет Говорит Ты посиди Послушай И когда у тебя будут Уже исходные данные Тогда будешь Задавать вопросы Так он ему ответил На его языке Что интересно Сейчас этот человек Он религиозный Соблюдающий Шаббат Ходит в Типе Очень большой активист Еврейской жизни И так далее Тот к которому Вадим Зинович Обратился А сам Вадим Зинович Преподаватель Новоикра Два урока В день дает Торы Учит Тору И слава Богу Слава Богу Чтобы было у него Все хорошо Теперь что получается Что царь Соломо Нам говорит В 30 главе 3 отрывке Он нам говорит Такую вещь Вы ломаете хохма Он говорит Я недостаточно Учил аксиом Хохма Это божественная мудрость Аксиомы То есть это Это Вот Пятикнижия Да Машера Бейну Пять книг Торы Берешит В начале Шмот Вайкра Значит Книга Бамидбар И Дворим Это пять книг Значит Это аксиомы Только это Начало аксиом Потом есть Шесть разделов Мишны Шесть разделов Мишны Это устная Тора В которой есть Шесть разделов Мишны Где-то около Сорока Трактатов Значит Это тоже аксиомы Теперь есть Талмуд Вавилонский В котором Семь с половиной тысяч Листов Это тоже аксиомы Есть Значит Иерусалимский Талмуд Есть книга Зоор И так далее И они ему задают Вопрос про Бога Он говорит Я недостаточно Учил аксиом Вы да От души Мы да Я буду знать Познание Да От этого Восприятия Святых Царь Соломон У него был Дух пророчества Но он не был пророком А вот В духовный мир Могли заходить Только пророки Которые умели Отключать Свою материальную часть И заходить В духовную То есть Это были люди Которые во времена Царя Соломона Они еще были То есть Во времена Первого храма Были пророки Во времена Второго храма Только в самом начале Была еще У людей Возможность Заходить Ну использовать Вот это Вот это качество Ума Да Быть пророками И царь Соломон Он говорит Я не пророк Я не знаю Дат к души Я не знаю Познание святых Святой Это тот Отделенный От материального Значит И дальше Он свою мысль Он уточняет И он говорит Такую вещь Прям очень длинную Я думаю Что это самый длинный Отрывок В притчах Поэтому я сейчас Его прочту Четвертый отрывок Тридцатой главы Он говорит Кто поднимался На небеса А кто в пригоршне В Руах Это Ну и дух И ветер И все Что двигает миром Кто Собрал Все что двигает Миром В свои объятия В свои руки Кто говорит Всю воду В мире Собрал В свое платье Да Кто установил Кто установил Все пределы земли Установил Что все это Не разваливается Работает Летает Галактики летают Вселенные летают Звезды летают Солнечная система летает Земля Слои атмосферы Ничего не разваливается Все процессы Весна То есть Он говорит Кто это сделал Да Он говорит Как имя его И как Как имя сына его Да Ти ты да Чтобы я знал это Знаешь ли ты Ти ты да Это а Знаешь ли ты Он ему говорит Смотри Ты мне задаешь вопросы Там про Бога Знаете Вот приходят люди Начинают вопросы Про Бога Сейчас я тебе объясню Сейчас я тебе расскажу Я знаю Там был один Персонаж Один был Такой Тренер Да Коуч тоже Он вдруг Значит Понял Что он во всем разобрался Написал про себя В фейсбуке Я духовный лидер Современности Вот есть такие люди Вот все Кто говорят Что я знаю Про Бога Я вам сейчас Объясню Я вам сейчас Расскажу Я вам сейчас Это Значит Они как раз Духовные лидеры Современности Вот эти В кавычках Оксан Брася написал Никто не может Постигнуть Непостижимого Невозможно Если я сейчас Буду разговаривать С каким-то Профессором Математики Он мне попытается Объяснить Высшую математику Я не пойму Потому что У меня нет Вот Входящих данных Вводных данных Чтобы он мне Объяснил Какую-то там Теорему То есть Я вообще Не пойму О чем он Поэтому Но это Всего лишь Теорема Это всего лишь Какая-то Вообще Мелочь А здесь Речь идет О непостижимом Всевышнем И вот здесь Как раз Ответ На все Вообще Разные системы Духовные веяния Духовные Там Какие-то влияния И так далее То есть В чем разница Между Торой И Например Там Индийские Разные системы Буддизм Например И так далее Индуизм Буддизм Значит Будда Он был Человеком Который Посвятил Свою жизнь И сбавлению От страданий И он Своим Вот этим Вот индийским Умом Он Пытался Разобраться Как работает Мозг Как избавиться От страданий Каким образом Меньше страдать И больше Кайфовать И он Создал систему Он человек Который Внимательно Как профессор Математики Умно Как Ньютон Там С Самодачи Как Эйнштейн Он исследовал Тему Страдания И избавления От страданий Там Все они Смотрели на мир Как исследователи И доходили До какого-то Ну как бы Понимания Какого-то кусочка Реальности Который Который был Абсолютно Субъективный И отражением Их Как бы Жизни Их ума Их личности Теперь Что такое Тора Тора Это то Что к душим Пророки Мошеробейну Моисей Поднялся На 40 дней На гору Там на горе Он сидел Без Без Еды Без воды Без вообще Без ничего И Всевышний С ним Взаимодействовал Потом Всевышний Проявил себя А горе Синаи Дарование Торы Целый народ Это все видел Море раступилось И так далее То есть Было взаимодействие Всевышнего Творца Мироздания Который максимально Себя Ну как бы Сократил И сжал В формат В который человек Может воспринять Тору Вот эта разница Между Между Но постигнуть ее Мы можем всю жизнь Постигать И тут самое главное Намерение И вот сейчас Мы как раз Конец урока Я расскажу вам В этой же главе Есть самые мои Любимые отрывки В этой главе Которые я Прям каждый день Повторяю И вам советую Потому что Человеком в этом мире Управляет его намерение И самое главное Иметь правильное намерение Если у тебя в жизни Правильное намерение То у тебя будет все правильное Если у тебя Неправильное намерение Это у меня был вчера Такой как бы Инсайт Да Вот люди идут К психологам Люди идут К коучам Да я Коуч Психолог Люди идут К врачам Да Они идут Для того чтобы Избавиться от страданий И как то улучшить Свою жизнь И вот они приходят И например Психолог Да терапевт Он ему говорит Вот тебе было плохо Тебе было плохо Вот давай посмотрим так Посмотрим так Посмотрим так Оп человеку хорошо Он его попустило Отпустило страдания Он такой Вау Типа мне сейчас стало легче У меня паника исчезла Там тревога исчезла Какие то там Страхи исчезли Все Слава Богу Все Но он же не знает Дальше то что делать Человек не знает Как правильно жить Он в прошлый раз Приходит женщина Жалуется Я вот два раза разведенная У меня значит Я одна осталась Дочка Мне страшно У меня нет профессии Оп Значит давай сейчас Уберем твой страх Давай Убрали страх А что у нее Появилась профессия Не появилась У нее Она знает Как с мужчинами Как мужа выбирать Или как с ним Не развестись Не знает То есть У нее нет никаких знаний Которые Которые бы ей помогли Двигаться дальше Это был мой вчера инсайт Что Тора Она дает нам Универсальную Систему жизни Это не только Знание о боде Не только Общее понимание Где ты находишься Не только освобождение От страданий От страхов Но это конкретные Ежедневные правила Что правильно Что неправильно И царь Соломон В 29 главе В 30 главе Он сказал Сказал Вот этот Вот моя любимая Это молитва Царя Соломона Значит Он сказал так Он сказал так Это 8 отрывок 7 отрывок Начнем так 7 отрывок Я просто прочту эту молитву Это было его намерение Я Это мое тоже намерение Я вам советую тоже Выбрать для себя намерение Когда ты с этим намерением Идешь к Всевышнему Дальше все на это намерение Накручивается То есть намерение Это главное Значит Что он говорил Богу Он говорил так 7 отрывок Штаем Шалтием И так Он говорит Две вещи я от тебя прошу Альтием Намимене Бетером Амут Он говорит Не отказывай Мне пожалуйста В них Перед смертью Бетером Амут Это перед тем Как я умру Это для меня в жизни Получается Самое главное Какие две вещи он просил Первая вещь Шав Удвар Казав Архек Мимене Пустое И лживое Отдали от меня То есть сделай То есть сделай так Чтобы я прям конкретно Пустое И лживое Сумел увидеть сразу Вот этот вот дым Эти люди Которые выдумывают Какую-то хрень Вообще живут Ради непонятно чего Чтобы я сразу видел Это пустое Это лживое Это пустое Это лживое Пустое Лживое Отдали от меня Раш Ваошер Альти Тенли Бедность И богатство Не давай мне Значит Любые излишества И недостаток В яркой форме Да Он вредит То есть вот это вот Бедность и богатство Есть комментарии Что это идет про ум Он просил Чтобы я не был Слишком тупым И слишком умным Есть которые говорят Что это действительно Про деньги Чтобы я не был Слишком бедным Слишком богатым Есть которые говорят Что это о любом Излишестве То есть он просил Убери от меня Любое излишество Любой перекос Раш ваошеральти Тенли И трефени лэхэм хути, накорми меня законным хлебом. Лэхэм хути, законный хлеб, называется законы Торы, это законный хлеб. То есть в любой ситуации надо поступать по закону, и тогда у тебя не будет верных последствий, плохих последствий. Если ты поступаешь неправильно, то плохие последствия будут по-любому. И сколько бы ты не убирал последствия своих неправильных поступков, они будут приходить снова и снова. И лечить последствия, если ты не вылечил корень, это такая пустая работа. Поэтому вот эту молитву надо молиться Всевышнему, и он вам конкретно даст на нее ответ. Пустое лживо отдали от меня, бедность и богатство не давай мне, накорми меня законным хлебом. Это должно быть намерение в любой ситуации знать, как поступить правильно по божественным законам, и не придется потом лечиться, просить помощи, ну и так далее, и так далее. Все, всем удачи, успехов, чтобы мы в заслугу того, что мы учим хорошо Тору, чтобы Всевышний слышал наши молитвы, чтобы дал нам возможность помогать другим людям, и чтобы с Божьей помощью было у всех все хорошо. Все, кто друзья ВАИКРА, все, кто партнеры ВАИКРА, все, кто спонсоры ВАИКРА, мы все участвуем в замечательном вот этом деле распространения законного хлеба, божественных знаний, и с Божьей помощью Всевышний нас любит, даст нам для этого огромные, огромные ресурсы. Все, всем удачи, успехов, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok